Здравствуйте, меня зовут Борщик Дмитрий, у меня есть вопрос, что такое промысел Божий? Промысел Божий это есть забота Бога Отца о каждом человеке в отдельности и в целом всем мироздании. Забота, то есть Бог сотворивший мир не оставил его, он переживает, сочувствует, он любит этот мир и у него есть у Бога некий свой план на этот мир. Есть еще такое слово домостроительство, то есть у Бога не происходит никаких-то случайных вещей, все происходит так, как Бог задумал. Этот промысел Божий для нас всегда благ, хотя у нас и случаются какие-то негативные вещи в мире или в личной жизни. случаются по нашим грехам, потому что мы забываем Бога, и тогда какая-то часть жизни или часть истории идет не так, как Бог задумал. И это крайне тяжело и больно переживается. Это войны, конфликты, болезни. Они попускаются нам для вразумления. Для вразумления нас и для того, чтобы вернуться к Богу, вернуться в Его Церковь, для того, чтобы понять, что промысл Божий, он для нас благ, и Бог для нас любящий Отец, который саботится о нашем спасении. Это Его благая воля о нас, Его желание, чтобы мы все спаслись, и все, что бы ни происходило в нашей жизни, это все должно вестись ко благу. Как апостол Павел говорит, что все, что в жизни верующего происходит, все ко благу, все ведет, как уже сложившаяся такая народная поговорка, что все к добру, да, это уже перефразирование слов апостола Павла, что любящим Господа, действующим по Его благоволению, все содействует ко благу. Ну, а народ так сократил это, что все, что не случилось, все к добру, да. Ну, вот это промысел Божий о том, что все ведет, в конце концов, к тому, чтобы мы спаслись. Ну, если мы не препятствуем промыслу Божию, что если мы не сопротивляемся воле Божией, если мы стремимся жить по промыслу Божию, стремимся жить по воле Божией, то так мы идем по спасению. Если сопротивляемся, то, конечно же, нет. Здравствуйте, меня зовут Натсимин Нитя. У меня я хотел задать вопрос, почему Бог допускает войны, теракты, гибель людей? Бог допускает такие вот происшествия, потому что Бог не желает нарушать человеческую свободу. Часто можно услышать, что если Бог есть, то почему это все происходит. Но если бы Бог вмешивался бы в человеческую историю настолько кардинально, что запретил бы людям совершать зло, то этим самым люди превратились бы в каких-то роботов. Не ради этого Бог задумывал человека. Ведь человек был задуман Богом как образ и подобие Божие. А образ и подобие Божие должен отличаться образом и подобием. То есть он должен мыслить как Бог и поступать как Бог. Это очень, скажем так, Бог пошел на огромный риск, создавая такое существо, как человек. И тем не менее Бог не побоялся этого риска. Потому что, когда, допустим, мы идем на какой-то риск, то мы чаще всего не знаем, чем дело кончится. Например, вкладываем деньги в какой-нибудь банк, который может рухнуть, и все наши деньги загорят. Но Бог заранее знает, как поступит человек. И тем не менее он идет на этот риск. Доверяя человеку. Потому что он знает, что будет не только Адам, который согрешит, будет не только Каин, который убьет своего брата Авеля, будут не только те люди, которые будут избивать, распинать, убивать, воевать. Но будут и те люди, которые прославят имя Божие и достигнут определенной меры святости, на которых будут ориентироваться другие люди. Такие как Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Николай Чудотворец. Ну и множество-множество других святых. Особенно вот 20 век явил нам множество русских людей, которые проявили себя как подлинные христиане, которые пострадали за веру, не отреклись от веры, не согласились принять иную идеологию, более сильную, более прогрессивную с точки зрения обстоятельств тех дней, но остались верными Христу. И тем самым показали нам иной образ жизни. Поэтому Бог допускает зло в мире, попускает ему проявляться, потому что это проявление человеческой свободы. Даже творя зло, человек поступает как существо свободное, как личность, как образ Божий. Далекий от подобия, но тоже образ Божий. Потому что ни ангелы, ни демоны не могут так поступать в этом мире. Они действуют через человека. Бог уважает человеческую свободу и допускает ему. И, как уже говорилось, что для Бога смерти не существует. Поэтому все эти теракты, которые уносят множество жизней, не являются в глазах Божьих какой-то вселенской катастрофой. Потому что все эти люди погибшие, да, это трагедия. Но для Бога они живы. Так же, как они будут живы для нас, если мы за них будем совершать молитвы. Очень тяжелый вопрос, потому что на него ответить, это значит либо оправдать насилие, либо обвинить Бога в том, что происходят какие-то несчастья у нас. Да, если Бог всесильный, всемогущий, всезнающий, почему Он не вмешивается в нашу жизнь и допускает такие вещи? Но, понимаете ли, Бог не только всесильный, всемогущий, Он еще есть любовь. А любовь не может действовать насильно, она действует по правилам, по законам. Бог этот мир создал по правилам, по законам. И все мироздание существует в рамках каких-то законов. И вот Бог в этом мире создал абсолютно человека. Он наделил нас именно по своей благости, по своей любви, абсолютной, настоящей, божественной свободой. Значит, а это значит, что человек может злоупотреблять этой свободой, творить вот такие безобразия. И здесь Бог не вмешивается. Если вам хочется так жить, то, пожалуйста, вы можете творить такие ужасные вещи. Они происходят, но вот эти вещи происходят именно тогда, когда человечество забывает Бога, забывают, что нужно молиться, что Бог нам дал какие-то заповеди и так далее, и так далее. Забывая волю Божию, забывая Бога, мы получаем такие страшные вещи. Теракты, войны. Это попускается Богом. Он этого не хочет. Бог зла не творит. Но, наградив человека свободой, он эту свободу не нарушает. Как не нарушает восхождение Солнца, притяжение Земли. Вы представляете, если бы вдруг вот так вот на полгода Солнце перестало бы сходить. Ну, просто вот, просто так. Или вдруг притяжение Земли стало чуть-чуть меньше или больше. Просто жизнь бы не стала на Земле. Вот человеку дана свобода точно так же законна. И этот закон никто никогда не будет нарушать. У нас есть божественная свобода. и вся ответственность за подобные вещи лежит на нас, на людях. Это мы виноваты, что у нас происходят такие страшные вещи, как войны, теракты, смерть. Это происходит, потому что мы забываем Бога, не живем так, как Он заповедовал. Соответственно, и выходить из этих ситуаций нужно, вспоминая, что всем нам придется предстать перед лицом Божиим, прийти на суд Божий и дать ответ за все, что ты в этой жизни сделал. Это из области такого вопроса «Зачем Бог сотворил зло?» Можно вот так же как бы так синонимично задать такой же вопрос. Бог не совершает зла, но зло происходит по нашему злому волеизъявлению, потому что мы так живем, мы неправильно живем, поэтому зло совершается в мире. Бог сотворил только лишь благо, только лишь добро. А зло – это является отсутствие добра, которое человек выбирает, несмотря на выбор. То есть человек может жить с Богом, жить во благе Его, но человек выбирает зло. И вот почастую это может касаться целых народов, когда целые народы отрекаются от Христа, целые народы живут без Бога, целые народы не хотят жить по заповедям Его. Поэтому не случаются вот такие войны, землетрясения, и прочие такие глобальные такие потрясения мировые, которые касаются целых масс, даже не отдельных каких-то семей, а целых народов. Причина вот только-только в этом, как было и гражданскую войну, то есть когда наш народ начал от Бога отступать, как было и Великую Отечественную войну, когда наш народ отвернулся от Бога. И только лишь когда обернулся к Богу, мы знаем массу примеров и доказательств, что именно с того момента, когда снова стали возвращаться митрополиты из ссылок, снова священство началось и богослужения стали открываться семинарии, именно практически одновременно с этим перешел этот перелом на Курской дуге и враг пошел назад, то есть начал отступать. Мы начали выигрывать войну, мы начали отодвигаться уже по территории своей в сторону Берлина, а не в обратную сторону, не вглубь своей страны, мы начали выигрывать. То есть началось покаяние, практически омылись вот этой самой собственной крови своего народа. Вот именно поэтому все происходит, потому что народ грешит, потому что мы отступаем от Бога, поэтому такое зло происходит. Но это не потому, что Господь совершает все это. Господь лишь только благо хочет, и конечно же Он, наверное, опечален всем этим, антропоморфизм, опять приписывание каких-то человеческих свойств Богу. Вряд ли Бог может сидеть на небесах как старый дедушка и плакать. Это опять же наше какое-то человеческое такое понимание. Ну, как-то примерно так это и происходит, что Богу не нравится все это, что происходит на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok